К нашему эфиру для обсуждения темы присоединяется Карина Орлова, журналист из Вашингтона. Карина, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Карина, компании, которые уходили из России или предпринимали такое решение, думают, возможно, до сих пор над этим есть, там ряд политических, этических причин. Как вы считаете, в связи с вот этим случаем, который Денис уже успел озвучить в эфире, значит ли это, что уже и вопрос безопасности должен как минимум стоять, имея в виду безопасности бизнеса, определенных вложений, возможно, там имущества, которое все еще каким-то образом остается на территории России. Можем ли мы сказать, что это только начало вот такой истории и что пусковую кнопку уже нажали? Вы знаете, это далеко не начало. Начало было, мне кажется, в 2003 году, когда арестовали Михаила Ходорковского в России. Но тогда, естественно, весь российский большой бизнес предпочел проигнорировать это, решив, подумав, да, заключив для себя, что Михаил Ходорковский просто полез в политику, да, не надо было этого делать, и вот они будут сидеть тихо и будут просто заниматься бизнесом, и их никто не тронет, да. Ну, дальше было много всего, не будем перечислять, но из последних примеров, вот если мы говорим про атаку на, вы, наверное, спрашиваете про уже не российский бизнес, да, про иностранный, потому что с российским так называемым бизнесом все понятно, да, то есть там ни у кого право собственности не гарантировано, прежде всего, да, правовой системой и судом, поэтому в любой момент эту собственность могут отобрать, а владельца посадить. Это самый популярный, как бы, самый популярный способ захвата чужого бизнеса. Вот Путин все время, да, как бы, как это называется, бил себя в грудь и, как бы, рассказывал, как он победил 90-е, да, мы все помним, что в 90-е бандиты были, как бы, силой, которая отнимала бизнес, да, вот они там приходили, я не знаю, там, передел собственности, рейдерские захваты были очень популярны, но это все осуществляли, как бы, частные лица, ну, так называемые бандиты, да, вот, или бандитов нанимали. Потом, когда пришел Путин, он, конечно, бандитов действительно удалось, как бы, с ними справиться, но их место заняли силовики, в частности, ФСБ. Значит, вот, посадка владельца бизнеса – это самый-самый популярный способ передела этого бизнеса, да, и просто отбора этого бизнеса. Было куча примеров, причем часто они не просто сажают, они еще пытают и убивают, да, в СИЗО. Вот был Олег Пшеничный, по-моему, чудовищный, его просто запытали, отобрали. Ну, это куча примеров в Петербурге, это все понятно, так что с российским бизнесом все понятно, каждый, кто занимается бизнесом в России, понимает, что он это делает, пока разрешает Путин. Ну, и я не говорю, что вот Путин контролирует там, да, все там, не знаю, сотни тысяч бизнесов, или сколько их там, но в целом, да, вот, то есть в любой момент могут прийти силовики, все забрать, отобрать, посадив, да, владельца. Все это знают, все понимают, и как бы все на эти условия согласны. Наверное, им нравится доходность, я не знаю. Что касается иностранных инвесторов, тоже как бы мы уже видели самый, мне кажется, громкий случай был, да, это Майкл Калви. Он, конечно, давно в России бизнесом занимался, но все-таки это американский инвестор, вот, и бизнесмен, его тоже посадили, и помните, там вообще тогда выяснилось, что у силовиков даже больше полномочий, или, ну, как бы они в этом вопросе даже имеют как бы над Путиным, или, по крайней мере, над Песковым какое-то преимущество, потому что там был как раз, проходил Международный Петербургский экономический форум, и Песков тогда сказал, что надо бы, конечно, Калви выпустить, и его в итоге никто не выпустил, то есть просто наплевали. Ну, вот, поэтому я думаю, что иностранным инвесторам тоже должно быть все понятно. Я вот прочитала комментарий самого Сергея Петрова, да, основателя Рольфа, он сказал, что российская власть стреляет себе в ногу, потому что, ну, это просто плохой прецедент создает для инвесторов, например, из Азии. Путин подписал указ о, там, изъятии активов, там, компаний из недружественных стран, да, ну, типа, там, США, Австралия, Канада и так далее. Вот, но есть же, то есть, совершенно очевидно, что Россия взяла курс на, давно уже на восток, и готова стать просто придатком, ну, таким, даже не очень важным Китая, вот, и окраины, да, и, соответственно, рассчитывать на азиатских инвесторов. Но, наверное, я думаю, что в силу узости своего сознания Путин не понимает, что весь бизнес более или менее, да, ну, вот кроме его российского, но это не совсем бизнес, это одно название, он все-таки глобален. Поэтому, если он считает, что вот найдутся какие-то, в большом количестве, нет, какие-то найдутся, естественно, но если он считает, что его страна будет процветать благодаря бизнесу из азиатских, так называемых, дружественных стран, да, вопреки тому, что власть вытворяет с бизнесом из так называемых недружественных стран, то он ошибается, потому что это так не работает, потому что бизнес глобален, и, ну, нет, найдутся те, кто будут, наверное, думать, окей, пока я из дружественной страны, да, со мной ничего не будет, но это будет абсолютное меньшинство, вот. Вот. Поэтому это не начало, вот то, что случилось, да, с Рольфом, это вообще не начало, это естественное продолжение, просто сейчас это будет набирать очень большую скорость, так же, как стремительно Россия превратилась из авторитарного государства в тоталитарное, ну, соответственно, все процессы просто будут происходить, да, быстрее, больше, как концентрация повысится. Очень интересно просто провести цепочку и предположить последствия хотя бы ориентировочно, потому что многие международные компании и так уже вышли из России, те, кто там остается так или иначе, и репутация своей, возможно, рискует, ну, и своим бизнесом, потому что, ведь, действительно, они могут его потерять. Но суть ведь не в этом. Путин транслирует себя и Россию в целом как ненадежного партнера, это достаточно четкий сигнал в принципе, но получается, что в итоге мы понимаем, что экономика страны от этого страдает и так далее, но ведь конечный потребитель, просто люди, которые сейчас стоят в очередях за яйцами, они будут стоять еще во многих разных очередях, за другими продуктами, за другими товарами, потому что идея с импортозамещением провалилась, ей не суждено было быть реализованной на полное, это невозможно просто в современном мире. И получается, что Россия изолирует себя абсолютно с разных сторон, но так или иначе, в конечном итоге это главным образом сказывается на россиянах. А вот вы хорошо сказали, вот эти конечные потребители, они стоят сейчас за яйцами и будут стоять в других очередях, все так и будет, они как стояли, так и стоят. Многие помнят еще Советский Союз, тогда очереди были длиннее, и выбор был хуже, да, и яйца не всегда были. Поверьте, конечному потребителю в России плевать. Ну, я имею в виду, если мы говорим про широкие массы, это все-таки ниже среднего класса, да, население, или там чуть-чуть дотягивает до среднего класса. Если мы говорим про узкую прослойку upper middle class, да, не знаю, там верхний, да, средний класс, и тем более богатые, то у них все равно все есть, в обход санкций все поставляется. Ну, тяжелее, дороже, может быть, какие-то продукты исчезли, там что-то, я не знаю, товары, но все равно они, вот вы видели, да, статистику. Русские стали, ну, там, конечно, с ковидным годом сравнивалось, но тем не менее, там какое-то рекордное, рекордное посещение Европы в 2022 году россиянами. И всего 10% отказов в шенгенских визах россиянам было, да. То есть те, у кого были деньги, есть, да, для них это стало дороже, может быть, как какое-то количество людей отпало, но и прибавилось, прибавились новые. Ведь Путин очень много денег раздал вот этому, на этот раз деньги получили реально вот самые низы, да, вот эти гробовые, контрактные деньги, да, все, что связано с войной. И это все равно, ну, люди это тратят эти деньги, они же их не складывают просто под матрас, да. И это, пожалуйста, новые вот потребители, они там, да, тоже, как бы, может быть, кто-то там начал, я не знаю, ездить, ну, там, не знаю, не в Европу, но куда-то, не знаю, в Турцию или что-то такое, да. Вот, поэтому, ну, что касается вот этих вот бытовых проблем конечного потребителя, поверьте мне, уникальность России заключается в том, что абсолютное большинство страны, как жило в чудовищных условиях, так и живет, для них ничего не меняется, понимаете. Для них не менялось ни, чуть-чуть стало лучше, может быть, ну, знаете, как лучше, в том смысле, что пенсии регулярно выплачивали, да, вот в таком плане. То есть, вот, ну, у бюджетников там зарплаты повысились в 2000-е годы, в жирные, в тучные 2000-е годы, когда цены на нефть были на пике, да, но, конечно же, основными бенефициарами стали, ну, естественно, там, сверхбогатые-богатые и upper middle class, да, вот те, кто успел присосаться к государственному бизнесу или к окологосударственному бизнесу, вот, на них вот это все сыпалось, да, а на вот этих вот самые низы, ну, это вот был, знаете, триклдаун эффект по капельке, там, что-то им получали, получали, но в целом кардинально их жизнь не менялась. В России как было 25% туалетов на улице, так и осталось. Дороги как были все разбитые, так и остались. Ну, может, где-то что-то делают, но в целом это просто кошмар. Страна-то не меняется. Поэтому им, поверьте, все равно у них, как бы, знаете, есть такая поговорка, нежели хорошо и нечего начинать. Ну, кто хорошо точно живет, это представители вот 100 крупнейших компаний России по чистой прибыли, это рейтинг форс за 2023 год, это самое банальное, вот я что мог сделать при подготовке к нашему с вами разговору. Здесь, естественно, в основном находятся энергетические компании, там, в первом десятке, так точно, нефть, газ и прочее, прочее, Сбербанк, там, и так далее, и там подобное. Но в этом списке, не так далеко от первых мест, на 26-м находится Фармстандарт. Фармстандарт, для наших зрителей поясню, это компания Виктора Харитонина. Это друг Путина. В этом году он пытался купить один из аэропортов в Германии за 20 миллионов евро, если мне память не изменяет. Но местность... А? Еще раз? Так дешево, 20 миллионов евро. Там был неприбыльный аэропорт, скажем так, который не приносил в целом ни денег, его в 2021 году выставляли, пытался за 20 миллионов евро купить. Не получилось, потому что было возмущение общественности. Но не об аэропорту сейчас. Фармстандарт, напомню нашим зрителям, это производитель спутник Ви, российской вакцины от коронавируса. Просто насколько защищены вот такие даже друзья Путина, которые, ну, якобы довольно приближенные, да, по идее. Это как раз к вопросу о доверии, о надежности Кремля как партнера в контексте бизнеса и прочих отношений. После истории с Рольфом защищены ли ближайшие люди? Защищены ли такие крупные бизнесы, которые, ну, я так понимаю, рост черком пера также можно национализировать? Ну, во-первых, половина из этих компаний, которые у вас в списке, они и так, ну, вот не те, которые мы сейчас видим, но вот Россеть, и, конечно, это государственная компания, они и так уже государственные. Ну, конечно, нет, не защищены, даже если мы говорим про топ-менеджеров, там, не знаю, какой-нибудь, там, не знаю, Костин, Греф, да, вот. А защищены ли они? Нет. Знают ли они, что они не защищены? Думаю, что знают. Надеются, ну, как бы на лучшее, живут сегодняшним днем, да. Другого выбора у них нет. И зато это незащищенность, и это, как бы, волатильность, и это нестабильность. Ну, как бы, то есть в моменте у них стабильность, но они не знают, что она продлится, да, в будущее. Зато это все компенсируется хорошей прибылью, хорошими, да, как бы, деньгами, денежным, да, выражением. То есть они идут на это очень высокорисковая, как бы, операция, но они на нее идут. Посмотрите, что случилось с Абызовым, да, которому дали 12 лет. Это вот, пожалуйста, человек был все-таки, ну, он там был, да, министром таким без портфеля, но, тем не менее, это вот, кстати, Дворкович его лично сдал, выманил к себе на день рождения, потому что против Дворковича хотели завести уголовное дело, у него были проблемы, да. Ну, пожалуйста, вот выманил его, гарантировал, что Абызова не тронут. Как только Абызов вступил на территорию России, его, естественно, тут же арестовали. Вот так это все происходит. Вот, поэтому нет, никто не защищен, и они это знают, и они сознательно идут на этот риск, и он хорошо оплачивал. Путин, ну, то есть как бы это правило игры. Там, поверьте, никто не заблуждается на этот счет. Как-то, коллеги, давайте покажем сейчас сайт, называется он Live Russia. При поддержке Киевской школы экономики вот есть такой специальный список компаний иностранных, которые все еще не выходят из российского экономической зоны, в принципе, из Российской Федерации, если так можно сказать. Я вот выставил список, это самые крупные компании, которые все еще работают на российском рынке, Филипп Моррис, табачная компания, Pepsi & Co, Моррис и Pepsi, они зарабатывают около 800 миллионов в год, по крайней мере, такая информация была, также от Киевской школы экономики. Тут и Ашан, Метро, известные, да, знакомые для каждого россиянина, я думаю, названия, Настле, Марс, Проктер и Гэмбл и прочее, прочее, прочее. Что защищает эти компании от внезапной национализации со стороны Кремля? Ничего. Защитить их может только правовая система, да, национальная, которая принимает и международное право, да, и которая его акцептует, и ему подчиняется. В России давно уже, естественно, отказалась от соблюдения международного права, и, собственно, свое национальное право у них, это Владимир Путин и его указы. Поэтому нет, их ничего не защищает. И я думаю, что Путин готов к тому, чтобы начать национализировать, вот, ну, какие-то, да, громкие поступки совершать, если Евросоюз примет решение о передаче Украине замороженных сейчас резервов ЦБ, это 240 миллиардов долларов. Там есть несколько, вот, как бы, препятствий к этому, да, не хотят создавать нехороший прецедент для как раз других стран, которые хранят свои деньги в Евросоюзе, и это будет потеря просто, да, для самого Евросоюза. Не хотят, и опасаются того, что Путин, естественно, начнет национализацию в ответ, но вот компании, да, и он совершенно точно, если ЕС на это пойдет, Путин это сделает. Ему терять вообще нечего, да, то есть как бы, а что? И главное, ему ничего за это не будет. Почему бы не сделать? То есть, смотрите, новый бизнес западный уже в Россию приходить и так не будет. Как бы иностранные инвесторы, да, ну вот азиатские, да, я так понимаю, на азиатских ориентируются. Я думаю, что Путин считает, что они рассуждают так же, как он, да, что вот есть плохой Запад, мы там не будем с ним вести бизнес, но вот мы будем в России это строить. И это неправильная логика, но наверняка он так думает, да. Он все-таки не блестящего ума человек, у него вот мышление такого, ну, такой тупой солдатский сапог, да, ГБшный, вот. Поэтому там это все вот так. Поэтому, да, он будет, начнет. Я уверена, что что-нибудь такое громкое сделает, неприятное. Я думаю, что он что-нибудь будет, знаете, вот русские, власть очень любит русских лишать хорошей еды. Как бы вот они же сами, помните, в 14-15 году запретили импорт продуктов из Евросоюза. Вот может быть, если они национализируют Ашан или Метро? Абсолютно согласен с вами. Ничто, ничего не защищает условный Метро, который в Украине отбивается, простите за грубость, отмазками, что вот наш офис в Украине работает, и все хорошо, все прекрасно. Ничего не защищает эти компании крупнейшие от условной национализации. Завтра условный Силуанов, условный сейчас говорю, да любой из чиновников решит, что эта компания чрезвычайно необходима российской экономике, да и все. Росчерк пера, теперь это вкусная точка. В конце, Карина, о надежности, собственно, договороспособности Кремля хочется с вами поговорить. Уверен, вы видели эту публикацию New York Times, сегодня она появилась, о том, что якобы Путин через посредников посылает месседжи на Запад о готовности своей, в первую очередь, к переговорам в отношении войны, развязанной против Украины. Главные позиции, которые есть у Путина, это оставление за собой оккупированной территории Украины, но при этом, по крайней мере, говорят так журналисты New York Times, Москва соглашается на то, что власть во главе с президентом Зеленским в Киеве остается суверенной и не смещается. Вот такие хотелки. По-другому я не могу это назвать, но при этом происходит прекращение огня. Вот это условное перемирие. Первый аспект. Готовы ли вы к этому западные элиты, как вы видите сейчас, и в краткосрочной, и среднесрочной перспективах? Это первое. Второе. Значит ли перемирие полное окончание любой агрессии со стороны Москвы, как в сторону Украины, так и в сторону стран НАТО? Я эту статью не видела о New York Times, но меня совершенно не удивляет ее содержание. Я думаю, что Путин проводит активные мероприятия. Вообще, чекисты, Кремль, да? Направлено оно на ту часть американского истеблишмента. Это главным образом, единственным образом, это республиканская партия, и особенно ее часть, которая очень любит Дональда Трампа. Значит, это направлено на них и на колеблющихся. Потому что их главный месседж о том, что нужно прекратить огонь. Трамп все время говорит, да, я за 24 часа все закончу, сяду с Путиным за стол переговоров. И Путин показывает им, что он хочет как-то внести кол раздора, как сказать правильно. В общем, хочет рассыпать эту коалицию, развалить, извините, развалить коалицию, которая существует среди американских политиков, пока еще существует. Она уже очень-очень трещит по швам, но она существует. То есть, по крайней мере, есть республиканцы, которые считают, что нужно помогать Украине. Все демократы так считают, это понятно. Но он хочет расколоть эту коалицию и показать тем, кто может перейти окончательно на сторону зла, на сторону мага Дональда Трампа, что трамписты правы, что Путин готов. Самое главное – это прекращение огня. Это же очень легко продать вообще политически. Смотрите, мы прекратили огонь. Ну да, вот они там, ну что, как Трамп говорил, помните, а что Путин, он же на этих территориях, все равно на русском языке говорят. То есть, как бы, его претензии не безосновательны вообще и действия, да, и не так уж и беззаконны. Вот. Поэтому это, это, я уверена, что это просто активное мероприятие. Естественно, Путин, это, ну, если даже на такое, там, я не знаю, Украина пошла, это, естественно, уловка. Это все понятно. Это просто уловка с целью, там, переждать, дождаться выборов 24-го года, на которых Путин очень сильно надеется, что победит Дональд Трамп, и тогда можно будет вот себе и все территории захваченные оставить, и всю Украину, как бы, присоединить, и поставить своего президента. Я не знаю, Медведчук, может, Януковича воскресят, или кого-нибудь еще найдут, вам виднее, кто там есть такой прорусский, особенно, вот, пророссийский. Поэтому, да, это абсолютно Путин работает на ту часть американского политического эстеблишмента, которая уже за него, да, он помогает им с аргументами и хочет как бы расколоть коалицию и переманить на свою сторону тех, кто как бы, ну, республиканцы, да, которым вот как бы только дай повод, да, и они с удовольствием откажутся от своих вот убеждений о необходимости помощи Украине, потому что это соответствует политике Дональда Трампа. А им самое главное не разгневать Трампа, потому что Трамп способен уничтожить любого политика, натравив на него своих избирателей, да, то есть он скажет, так, вот этот вот плохой Джон Смит, ну, я словно говорю, да, и пару раз выступит на ралли и ядро это, да, трампистское в том округе, где избирается этот политик, он просто потопит этого кандидата. Тем не менее, есть поддержка двухпартийная, тем не менее, об этом говорят, да, еще раз просто для наших зрителей напомню, да, вы описывали ситуацию, которая может быть, и сейчас о реальности есть двухпартийная поддержка, несмотря на возможные трудности политические, внутренние переговоры, внутри политические, внутри США, делаю на этом для наших зрителей акценты, прочее, прочее, ну и слушайте, официальный Киев на это не согласится. Я еще раз об этом говорю, президент об этом говорит, да, Владимир Зеленский, ни один украинец, адекватно воспринимающий реальность, скажу вот таким вот образом, не согласится на то, чтобы в Бердянске до определенного, там, сколько там, лет десятков стоял условный русский флаг. Такого попросту не будет. Карина, спасибо вам огромное за то, что стали частью эфира Фридом. Карина Орлова, напомню, была с нами на связи, журналистка из Вашингтона. Оперативные новости, эксклюзивные видео, аналитические обзоры. Фридом в Телеграм, только проверенная информация. Обязательно подпишитесь. Будьте в курсе всех событий. Ссылка на наш Телеграм в описании.